На пересылке в Чувашском Цивильске на меня свалился целый ворох новостей, в часть из которых верилось с трудом, а в другую часть просто не хотелось верить. Одна из них – приговор моему одностатейнику, пенсионеру из Калининграда Игорю Лазаревичу Барышникову. Под следствием и во время судов он находился дома и даже писал мне письма в СИЗО, поздравлял с Новым годом, следил за ходом моего процесса и делился своими мыслями о происходящем. Так что я был почему-то уверен, что и срок ему дадут условный, пожалеют старика. Не пожалели. Взяли под стражу в зале суда, посадили в воронок и увезли в тюрьму на семь с половиной лет, оставив дома 93-летнюю мать, давно овдовевшую и не способную ходить. В начале августа она умерла. На похороны матери Игоря Лазаревича не пустили. Ну вот, казалось бы, чему можно удивляться спустя полтора года войны? Никаких иллюзий давно не осталось. И тем не менее, каждый раз, читая подобное, не могу не поражаться и не ужасаться степенью внутренней пустоты людей, розчерком пера которых совершается подобное. У них ведь тоже есть родители, дети. Как они смотрят им в глаза? О чем думают перед сном? И осталось ли в них хоть что-то человеческое? Позже все они будут говорить, что просто делали свою работу, исполняли приказ и не могли поступить иначе. Подобных примеров история знает, к сожалению, слишком много. Слишком много, чтобы не знать. Поступить иначе и остаться человеком можно всегда. Игорь Лазаревич писал политзаключенным, пока сам не пополнил их ряды. Теперь его очередь получать письма.